Эксперты в сфере медицины все чаще говорят о том, что, скорее всего, в большинстве регионов России пандемия коронавируса вышла на стадию плато. Лавинообразного роста числа заболевших удалось избежать, и количество вновь заболевших новым вирусом постепенно начинает идти на спад. Эта оптимистичная тенденция позволила на прошлой неделе завершить ранее введенный режим нерабочих дней. Одно за одним теперь открываются предприятия и учреждения, постепенно начинают сниматься ограничительные меры. Впрочем, расслабляться еще очень рано. Как отметил президент страны Владимир Путин, сейчас важно не допустить срыва и отката назад, новой волны эпидемии. По-прежнему важно соблюдать все рекомендованные меры безопасности, а потому на первое место сейчас выходит сознательность граждан. О том, как соблюдается мера предосторожности в местах массового скопления людей в Твери, в материале нашего корреспондента. Режим нерабочих дней, который продолжался в стране ровно 40 дней, завершился 12 мая. Соответствующее решение было принято на прошлой неделе президентом России Владимиром Путиным. Во время очередного телевращения российский лидер отметил, что возвращение к привычной жизни важно осуществлять постепенно, чтобы не допустить новой вспышки инфекции. А потому о полном снятии режимов ограничений речи пока не идет. На всех этапах, вплоть до полного завершения эпидемии, необходимо будет сохранять как общие санитарные требования, так и дополнительные профилактические меры в регионах. Чтобы проверить, как обозначенные Владимиром Путиным профилактические меры соблюдаются в Твери, наш телеканал провел небольшой рейд по основным на данный момент местам массового скопления людей в городе, крупным торговым центрам и гипермаркетам. Первое, что стоит отметить, большого наплыва посетителей ни в одном из них не наблюдалось. Да, люди есть, но далеко не в таком количестве, как прежде. При этом многие точки общественного питания по-прежнему закрыты. Пока не открылись некоторые мелкие магазинчики, закрыта часть офисов, расположенных крупных ТРЦ. Отдельного внимания заслуживает тот факт, что возле входа в один из Тверских торговых центров дежурит охранник, который не пускает в помещение никого, на ком нет защитной маски. А, то есть если я не в маске, у меня не путь? Да. А если у меня нет маски? Нет. Тогда что? Приобретаю. Приобрести маску можно здесь же, на входе в торговый центр. Цена вроде как не очень большая – 35 рублей. Однако посетители ТРЦ новое правило восприняли в основном с недовольством. Вы как считаете, правильно продавать маски вот так вот на входе? Я думаю, нет. Должны, наверное, раздавать. Кто-то деньги делает. До такой степени нищая наша государство, что какие-то копеечные вещи продают людям за деньги. Отметим, что само руководство ТРЦ нововведения оценивает положительно и говорит, что это вполне обоснованно. Мы же не знаем, откуда люди пришли, во-первых, с какой они социума. То есть мы не хотим, чтобы у нас закрыли торговый центр именно по пандемии коронавируса. Вот и всё. Впрочем, одно то, что местное руководство старается строго следить за тем, чтобы люди соблюдали меры профилактики заражения и были в масках, уже неплохо. В другом районе города, в один из гипермаркетов, можно зайти даже без защитных средств. Хотя на входе вроде повешена табличка. Без маски входа нет. Сознательность проявляют сами горожане. На многих можно увидеть защитные средства. Но всё же не на всех. Кто носит маску, кто не носит. Также в автобусе он и половина без маски, половина маска. Сегодня что-то не задерживают. Кто без масок идёт, на той неделе задерживали. В проходимости поток покупателей не такой большой. Не очень большой поток покупателей в соседнем крупном строительном магазине. Здесь для разграничения потока повесили сигнальные ленты и разметили территории для соблюдения безопасной дистанции. Люди подобные шаги поддерживают, но сами прибегать к мерам профилактики не всегда спешат. Вы не в маске. Почему? Я не в маске. Даже забыл. Я в машине. Ну, в целом, не опасаешься, что так в любых местах бывать без средств защиты? Опасаюсь, потому что редко бываю очень. Словом, пока ещё многие тверичане к необходимым мерам предосторожности относятся достаточно легкомысленно. Такое поведение может сыграть злую шутку и привести к тому, что добытые успехи в борьбе с коронавирусом превратятся в ничто. Несмотря на снятие ограничений, сейчас необходимо сохранять социальную дистанцию, меньше пользоваться общественным транспортом, по возможности оставаться дома, не пренебрегать средствами защиты. В противном случае нам не избежать новой волны, как это сейчас произошло в Ростове, где из-за роста количества заражённых COVID-19 пришлось снова ужесточать режим профилактики распространения вируса со всеми вытекающими последствиями.